Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой канал. Вот, как всегда, я в своем шикарном халатике, вот, где там кошечка вон лежит. Вон, видите, под картиной. Вот там кошечка. Вот, со мной тут всегда собачка. У нас, как всегда, с вами детские начинания. Показываю вам все живы-здоровы. С дитями-муравами, так как прошлое видео внесло фурор, все хотели. Тоже такой же кимоношку-халатик шикарный. Вот, я вам оставлю ссылочку в описании на этот халат. Вот, он прям, Рилл очень хороший. Так, и сегодня у нас с вами будет видео Project Pen. Буду вам показывать... О, господи, как я ужасно выгляжу. Это ужас. Знаете, сейчас все ужасно выглядят, если не ходил на улицу. Там просто все какие-то заморыши. Это ужас. С башкой воевать бесполезно. Она свежепомытая. Но, так как у нас вечно мокрая каемка, то просто бесполезно воевать с этой историей. Сегодня у нас видео Project Pen. Вот, то есть те ароматы, которые на донышке. На донышке. Надо закончить то, что нужно срочно использовать. Ну и, в принципе, так как у нас с вами теория расхламления, мы с вами бутылки не плодим. Все, что на полуисходе, мы с вами это используем. И вам того же советую. Также сегодня вдохновитесь. Соберите с коллекции ваши ароматы, где осталось чуть-чуть. И мы с вами их будем заканчивать. Вот, кстати, солнше нарисовано. Вот. Поставил я ее в рамочку. Буду дописывать вот эту вот лютнистую. Это такой первоначальный подмалевок, который у меня полтора года сох. Покрыл я его лаком. И буду, короче, его заканчивать. Вот такие вот у меня планы художественные, живописные. А мы с вами начинаем пропарфюмерию. Блин, такие долгие у нас вступления. На две минуты. Давайте, короче, страусы поперлим. Первое покажу вам две шанельки, которые я буду заканчивать. Это шанель Бель Респира и 1932. Я уже их пытался закончить. Вот. Тут осталось прямо вот на кончике ножа. Вот, смотрите. Это просто кончики ножа. Вот здесь вот пшиков 10. Вот здесь вот пшиков 10. Короче, поняли. 10 пшиков. Их нужно просто закончить. Ну, знаете, почему я их так долго не заканчивал? Почему? Потому что не заканчивал. Потому что у них такие красивые бутылочки. У них такие красивые бутылочки. И знаете, так как все профманьяки жабы. Ну, серьезно. Я вот та порода жабы, которую очень сложно заканчивать. Именно красивые парфюмки. Потому что они такие красивые. Ну, вы посмотрите, как модно, красиво, стильно. Ой, просто так не хочется с ними расставаться. Вот, ну, на них точно будут дублики. Рано или поздно. Потому что эти ароматы, они должны быть у меня в коллекции. Они мне дико нравятся. И они будут задублены. 932-й это нереальный нарцисс, нереально старошкольная история. Супер-мега-классика. Вот, супер-мега-сильная, мощная вещь. То есть, вы пшикаете, и никто не выжил. То есть, это вот летом спокойно. И потом у нас будет видео. Пустые баночки, конечно же. Пустые бутылочки, точнее. Вот, 1932-й это прям очень-очень мощно. Но я бы сказал, что это настолько мощно, что это нужно носить летом, весной. Вот, лето-весна. Теплота, это погода вот эксклюзива Шанель. Так же, как и Том Форд. Все-таки весна, лето больше подходит таким вот ядреным ароматом. Вот, если же зимой его пшипать, он плоский. Он плоский, он не так хорошо звучит, как в теплую погоду. Бель Респира, это супер-мега-поливашка. Это супер-мега-мартини. Это, ой, ой, какой хороший. Это мокрые стебельки. Это влажные листочки. Это вода из-под цветов, из-под тюльпанов. Это очень классная история. Бель Респира должен быть у меня. Обязательно сделаю на него дубль. Ой, ужас. Как же, какой кошмар. Как я ужасно выгляжу. Ну, ладно. Супер-кайф, короче. Этот Бель Респира. Ну, просто тут, знаете, я сегодня в душе был раз шесть. И, как видите, не помогает. Вот. Так, дальше. Дальше мне нужно закончить вот этот вот лакост Пюрфан. Но на него тоже будет дубль обязательно. На этот лакостик. Тут тоже, видите, тут тоже 10 пшиков, 15. На него тоже будет дубль. Просто я с ним не хотел расставаться. Потому что это как раз-таки флакон из прошлого. Вот. Этому флакону уже чуть ли не 7-8 лет. Шикарный аромат. Супер-мега-мускус. Супер-мега-сандаловый такой вот флёрчик. Такой вот жасминовый момент. И, короче, супер-комплементарный аромат. Надо просто его закончить и взять дубль полный. И не ебать себе мозги. Шикарный аромат. Я его люблю, но я им не пользуюсь, потому что у меня его мало. А надо вот мыслить по-другому. Надо заканчивать. Потом такой вот эскада. Cherry in the air. Тут тоже, знаете, осталось на 10 пшиков. Всё на донышке. Вот всё у нас на донышке. Тоже очень хороший аромат вишни. Супер-приятный. Ой, супер-приятный. Немножко конфетный. Я тут опять истекаю, истечение происходит. Вот. Супер-конфетный, приятный. Такой, знаете, назвал бы девочковый аромат кэнди. Кэнди ты будешь джаст, когда нанесёшь его. Джаст кэнди. Супер-аромат. Если что, у нас 38 градусов. Вот. Не завидуйте. Вот. Потому что завидовать нечему, серьёзно. А ещё у нас прошёл дождь, и стало ещё хуже. Вот. Просто тоже он у меня лежит. Я им не пользуюсь, потому что у меня его мало. Но я тоже его планирую задублить, потому что он реально очень хороший. Свежий такой. И вишни тут приятные. Знаете, у меня мало ароматов снутой вишни. Но вот этот вот, он прям очень-очень неплох. Потом дальше два аромата. Дискверет, с которым мне очень нравится один. То есть, я не знаю, почему я их храню. Ну, потому что я вот как раз именно та порода жабы, которой сложно с чем-то расстаться, с тем, чем мне нравится. А это парфюмки. Короче, первый аромат. Дискверет. Видите, уже инсульт. Дискверет Шевуд. Это, короче, древесный жасмин. Очень приятный аромат. Древесно-фиалочный. Вот, древесная фиалка. Очень приятная. Шикарный аромат. Фокус где? И Вайлдискверет. Это такой, знаете, это лесная история древесная. Тоже очень приятный такой вот неплотный аромат. Но все-таки вот его мне дублить не очень вот хочется. А вот эта вот древесная фиалка, это прям супер-мега кайф. Нереально приятный, нереально. Знаете, в нем, ну прям, как его, древесная фиалка. Вот. Может, какое-то дерево фиалки. Если такое есть, то это должно пахнуть вот этим. Шикарный аромат. Нежно-пудрово, совсем чуть-чуть пудрово-фиалистой, ирисовой. Чуть-чуть древесная подложечка. Надо мне его найти, а этот закончить, чтобы он вот не занимал место на полок. Потому что у меня такое ощущение, что скоро там все будет обрушено. Вот, поэтому тяжелый флакончик, надо избавляться. А вот это вот просто деревяшечка. В принципе, так, знаете, ничего особенного, но все равно. Хороший ароматик. Но в своей коллекции какашек не держу. Потом, то, от чего жалко будет избавляться, это винтажный Алюр. Вот, Шанель Алюр, винтаж, 96-й год. Вот, ну, я просто, знаете, тут его очень мало. И хранить, вот просто так на него смотреть, нету смысла. Вот. Надо все-таки немножко включать мозги и пользоваться немножко утилитарненько ароматами. Потому что, знаете, как бы, особенно винтажики ждать не будут, когда вы там распотронетесь, их на себя выльете. Ой, ну, лучше новодела 100%. Мне нужно вот дубль. Мне нужно дубль. А вот этот вот закончить его, потому что, чтобы он не занимал место. Самая понятная версия Алюра. Кому не понятен Алюр, тем людям, которых я тоже понимаю, потому что мне тоже не понятен Алюр. Вам нужно попробовать винтаж. Тогда все станет на свои места. В Алюре немножко не вяжется вот этот вот ваниль и вот эти вот цитрусы. А здесь все вяжется. Вот здесь все вяжется. У меня сплэш-флакон, что, наверное, очень хорошо. О, господи, он даже уже не закрывается практически. Короче, просто его нужно вылить и не париться. Вот. И искать дублик. Очень понятная версия. Очень приятно. Мягкая такая, воздушная. Шикарный Алюр винтажный. И тоже скупость жабы поражает воображение. Это Клоио де Парфан. Тоже я его не хотел заканчивать, потому что он из того времени. Как раз таки 8 или 9 лет ему. Вот я помню, как я его покупал, он как мне нравился. Вот. Причем у меня уже есть на него дубль. Представляете, я его все храню и пользуюсь дублем. Ну, такая вот я жаба. Понимаете? Понять и простить. Он, конечно, уже настоялся. Шикарно. У него, смотрите, что с крышкой произошло. Тут привинтажнивание сплошное. И это очень красиво. Ой, аромат нереальный. Ну, вот я буду заставлять себя им пользоваться. Потому что, знаете, все-таки он вот стоит, занимает место. Нету места для новых парфюмов. Все, вы бы видели. Хотите, чтобы я вам снял коллекцию парфюмерии? Я вам сниму. Там просто нету места, вот. Будет интересно, напишите. Я вам сниму коллекцию парфюмерии. И там еще тимочек можете поднакидать. Я вам буду очень благодарен. Вот. Ох, супер аромат. Супер аромат. Чистейшая роза. Прекрасная. Нереально. Очень красивый аромат. Вот, знаете, это вот должно быть в каждой коллекции. Потому что это реально шедевр. Чистейшая такая вот немножко стиральная порошковая роза. Ну, шикарно. Шикарный свежий весенний. Обожаю. Такое вот видео. Это мой Project Pen. У меня еще было видео год назад. Project Pen. Даже некоторые парфюмки были и в год назад. Видео. Что-то я оттуда закончил. Я вам вставлю предложение. Где-то тут или здесь выйдет. Можете посмотреть. Поэтому все. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. Напишите, хотите ли вы там видео о коллекции парфюмерии. А мы с вами прощаемся. Всем желаю пережить эту жару. Пережить эти 40 градусов достойно. Все. Давайте, Зая. Пока-пока. Люшки-целюшки. До новых встреч. Люблю целуюсь. Спокинуки. Доброе утро. Целлюлю в целлюлит.